Пам-пам, пара-ра-ра-рам, пам-пам, хэппи-нью-е! Добро пожаловать, друзья! У нас Fallout Shelter, и что же у нас нового? Прямо перед экраном нам написали. Чтобы улучшить ваши впечатления от симулятора, инженеры Vault-Tec дополнили его новыми функциями. Изгнание жителей, распродажа, и у нас появили с вами питомцы. Значит, что у нас касательно изгнания жителей? Поблагодарите бездельничающих жителей за верную службу. Ага, выгнав их нахрен отсюда. В принципе, да, у нас очень много ребят, которые нихрена не делают. То есть толку от них никакого нет. Они просто тратят наши ресурсы, которые мы добываем, и можно, в принципе, от них избавиться. Продавайте целые стопки вещей на складе или все обычные предметы из экспедиции одновременно. Это нужно было сделать изначально. Питомцы в убежище. Самая главная фишка сегодняшнего нашего ролика то, что добавили животинку. Как раз навеяно явно Fallout 4. Тем более у нас, как видите, вот такой вот прекрасный песик. Тот же, что и в Fallout. Так, вот вам бесплатная переноска. Внутри вас ждет пушистый друг. Отлично. Я как раз пополнил счет. И сможем сегодня их еще купить. Мех не гарантирован. Ах, бежали, бежали. Получить. Давай попробуем. Так, нам добавили... Слушайте, у нас зима, друзья мои хорошие. Хоть что-то новогоднее навеяно у нас здесь. Прекрасно. Если, ребятки, вам понравилось видео, не забывайте ставить палец вверх. А я, пожалуй... Пожалуй, что-то буду смотреть сейчас. Престон Гарби, какого хера? Стреляй, емический центурек. Я не знаю, тебе, может, усы не шают, но они реально эпические. Давай, гаси, гаси, детка. Ты знаешь, что делать. Как же я соскучился по Fallout и Shelter. Это мой любимый Fallout. Я его люблю больше, чем четвертый, потому что четвертый... Ах, уже как-то немножко приелся, если честно. Давайте смотреть, значит, животинка. То есть, что у нас есть. Открыть обычный кейс. Давай откроем, посмотрим, что же у нас там такого. Ммм, крышки это всегда найсово. Крышки это всегда круто. Пища богов. Пища богов. Комбинезон механика. И еще одна крышка. Вот наша нововведенная фишечка. Вот такой вот кейс для переноски животины. Я думаю, что у кого есть животные, и кто их куда-либо там перевозил, с собой брал в путешествие, знает. У нас маленький бомбейский котенок. Прекрасный, какая бомбейская кошка. Я надеюсь, бомбейский не от слова бомбящая, потому что я не бомблю, я же не Олежка-пельмешка, правильно? Здоровье плюс 33%. То есть, такую кошечку логично брать с собой, допустим, куда-нибудь в пустоши. Интересно, есть ли такая возможность. Купить еще. Питомцы. Питомцы могут усиливать жителей. Более редкие питомцы дают более мощные эффекты. Выдайте питомца жителю так же, как оружие или костюм. Эхей, вот это найсовая тема. Подсказочка. Определенные питомцы помогают жителям исследовать пустошь. Вот, собственно, о чем я вам и говорил. Коснись экрана, чтобы продолжить. И почем у нас нынче зоопарк? Давайте посмотрим. Так, что бы нам такого купить? 15 разных питомцев. Интересно, а занимают ли они так же место, как обычный человек, предположим? Это мы тоже посмотрим. Давайте купим для начала, ну, хотя бы 5 штучек. Переноска для питомцев. Один неизвестный питомец с уникальным бонусом для жителя. Сейчас я это дело попробую приобрести. Готов ли ты потратить 4 бакса, чтобы получить няшного милого котенка, песика или какого-нибудь уникального еще одного зверяка? Давай попробуем. В принципе, небольшие денюжки, зато получаем море позитива и хорошего настроения. Ну что, давайте откроем, посмотрим. Эй, что это у нас такое, найсовое? Это у нас зобачонка немецкая легавая. Да, немецкий дождь, проехан солдат. Скорость снижения радиации Х2. Слушай, класс, класс. Вот давно нужно было сделать что-то подобное. Я бы еще добавил какие-нибудь возможности перемещаться по локациям, новых рейдеров, каких-нибудь мутантов и прочее. Открыть здесь. Поехали, друзья. Обычно мы с вами открываем ланчпаки, но здесь попадается матью пудель. Не хватает только Пэрис Хилдон, которая бы... София. Пуделек по имени София. Счастье, блядь, плюс 58%. Если она насовет большую кучу, счастье хозяину обеспечено. И не то, что 58%. Я бы даже больше дал. Поехали посмотрим. Софийка, это хорошо. Что у нас? Котенок. Смотри, какой классный мурлык. Что ты? Прекрасно. Американская короткошерстная. Крышки из пустоши. Плюс 10%. Чудненько. Слушай, вот это мне нравится. Вот это реально классная штука. Эй, смотри, пёс Франклина из гиташки пятой. Пёс Франклина. Пегги. Пегги-пегги. Пегги-бен. Пегги-бен. Я бы даже спел такую песню. 63% каких-то он нам там даёт. И давай посмотрим, что у нас ещё есть. Ещё какой классный мурлык. А у нас ещё один выпал. Мейн-кун. Друзья мои, нам выпал уникальный кошак. Время обучения снижено на минус 8%. Чудесно открыть здесь. Что я могу ещё сделать? Знаете, на радостях я бы купил, наверное, ещё. Давайте купим ещё 5 штучек. Итого у нас будет с вами 10 разнообразных животинок. Также можно приобрести мистера Хэнди. Он нам сейчас абсолютно не нужен. У нас есть животные. У нас есть котята, собачки, зайцы, кролики. Я не знаю, кто там у нас ещё будет. Ну что, давайте купим. Получим ещё одного неизвестного питомца с уникальным бонусом для жителя. Всё происходит практически моментально. Панец прислоняешь, покупаешь и радуешься жизни. Что ты мне скажешь? Спасибо за покупку, ёба. Так, поехали, друзья. Мне всегда нравится открывать такие вот ништяки. И нам выпадает ещё один милый котёночек. Мурмяу, принц. Котик по имени Принц. Чудесно. Я снова забыл посмотреть, что он нам даёт. Но кроме счастья, я думаю, он даёт нам ещё много чего хорошего. Питомец Бастет. Скорость возвращения из пустоши увеличена на 4 у нас единицы. Это хорошо. Едем дальше. Эй, смотри, какой пёсик. Какой классный собачинский у нас. Форскор. у нас. Крышки из пустоши плюс 36%. Чудесненько. Мало того, что у нас зима с вами, так у нас еще реально классные обновки. Что у нас сейчас? Ээээ, на, из какой классный. Это уже не Мэй Кун, это уже куки. Предметы из пустоши 19%. И последний. Кто у нас выпадет? Ох ты какой, смотри, какой классный, а? Какой саботюрка. Тренч. Тренч нам дает скорость возвращения из пустоши, тоже X4. Хорошо, хорошо. С этим мы разобрались. Когда мы с вами наоткрывали кучу собачонок и котиков, у нас проблемы с водой стали появляться. Значит, надо что-то делать. Притом делать очень, очень, очень быстро. Так, мистер Хэнди, а где наши животные, скажите, пожалуйста? Они на улице, получается, да? Нет, животина должна, по идее, быть сразу здесь. Так, сейчас мы это дело наоткрываем. Игру обновили, и я могу пока вот заметить, нет глюков. Я очень часто вам говорил, что она глючит, но потому что это так. Играть становилось невозможно. Сейчас я вижу плавность. Слава богу, я не хочу сейчас накаркать. Я хочу, чтобы все было найсово. Так, что... Оленьято! Оленьято! Там оленято есть, смотри! Смотри, как найсово! Там оленятки классные. Что ты мне расскажешь? Чувырла? Ой, Катюхе как-то слишком грустно. Танцующая елочка. В принципе, классно. Как было у нас на Хэллоуин, так и, в принципе, они обновили интерьерчик и сейчас. Ой, какой чувак! Ну где будет жить наш ребенок? В убежище нет места. А значит, надо выгнать ублюдков, которые просто тут занимаются херней. Вот, например, ты, чувачелла. У тебя плохое настроение, ты черный, и мы просто возьмем и пошлем тебя, как говорится, в Уэйсленд, чтобы ты занимался своими делами. Так, смотри, значит, что я могу сделать? Разведка и вот эта вот, видимо, кнопка, отвечающая. Вы действительно хотите выгнать этого жителя? Да. Дайте имя ребенку Марта Дэвид от Хелена Милса и Крейг Дэвида. О-о-о, прекрасно. Так, мы выгнали с вами Нигера, и я так понимаю, что он просто исчез. То есть, я думал, что нам пока... Вот, смотри, уходит, смотри, 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 смотри. О-о-о, как грустно. Так, у нас появился тайный незнакомец, только вопрос в том, где этот праздник Армии. Прощай, мой друг. У тебя были очень классные усы. Ты был бестолковым, и от толку от тебя никакого не было. Прощай, ты покидаешь гнездо уютное. Ты еще об этом пожалеешь, я тебе точно говорю. Ах, ты ж ебическая сила, он еще нам угрожает, ты смотри, какой ублюдок. Так, ну что? Что это у нас умерло? Кто-то у нас умер. С этим мы разберемся чуть-чуть попозже. Так, мы еще, значит, об этом пожалеем. Лутаем дальше. Лутаем это дело дальше. Ух, сколько тут ништяков у нас, а? Место хранить реально уже негде все это. Какие-то они у нас грустные, надо им повышать настроение. По идее, животина должна это сделать. Так, спокойно. А где хоть кто-то видит наших песиков-то с котиков? Ах, ты ж твою мать! Нападение когтей смерти. Коготь смерти, смотри. Офигеть можно. Так, что у нас на выходе? Харкнесс у нас вроде как полон, говорится, из даров. Ну что, ждем, ребята. Сухины дети! Ублюдки сраные. Давай, бомби, бомби. Куда ж ты побежал? Да гнитосто и росовое. Охренеть, что происходит? Ребята, какая-то полная вакханалия у нас. Смотри, какая жесть, а. Смотри, что происходит. Беременную только не трогайте, ублюдки. Вау, робот, робот. Я хочу, мы так хотели, робот, робот. Ох, какой-то маленький атомный взрыв у нас. Что происходит? Ребята, вы должны справиться. Быстрее, я вас прошу. Так, беременному, беременной дать ничего нельзя. Надо срочно Харкнесса как-то перед самой переправить. Побежали сюда. Побежали быстро сюда. Так, они направляются у нас, получается, вниз. Значит, надо ребятам быстро дать оружие. Так, оружие вроде как здесь есть. Здесь тоже у нас все с оружием. Если они направятся в эту комнату, они это точно сделают. Хилимся. Слушай, без лагов вообще кайфово играть. Это как будто играешь на новом ПК. Свежесобранном. Тут у нас все с оружием. Значит, должны как-то с ними расправиться. Ну, бомби же, ебеночек. Стреляй, твою мать. Давай, давай. Так, одного завалили. Отлично. Осталось еще двое. И они почапали дальше. Ребята, быстрее, ребятки. Я вас прошу. Давай, давай, родной. Давай, гей-ка на йог. Так, что-нибудь делать получше, может, давай, 6-10. Охренеть же можно. Так, здесь ребята, в принципе, тоже неплохие. Давай вот этому дадим какой-нибудь оружице. 5-7, это как-то маловато, наверное, будет. Но уже, да, еб твою ж налево. Что ж тебе дать-то? Давай вот так вот. Слушай, бомбят просто по-черному. Так, завали его уже быстрее. Так, готово, друзья мои. Мы справились, господи. Я думал, все. Я думал, это будет крах. Мы кого-то с вами потеряли, по-моему, да? Так, я вроде не вижу все. А хотя нет, с другой стороны все хорошо. Мы потеряли только мистера Харви. А, мистер Хэнди, точнее. Убрать и починить его за 2 тысячи. Давай починим. Оп! Эй, как новый! Где же будет жить твой ребенок? Я не знаю. Ходи пока беременчатая, мы потом с этим вопросом как-нибудь разберемся. Фух, блин, а? Может, это ниггер их позвал? Я не знаю, потому что мы его выгнали, и тут же прибежали рейдеры. Так, здесь вроде все хорошо. Так, забираем здесь, забираем здесь, полутаем. У нас по-прежнему проблемы с водой. Начинаются потихонечку проблемы с электричеством и пищей. Так, вот еще одно помещение, которое они обновили. Как мы видим, все у нас новогоднее, все у нас прекрасное. Если мы будем углублять убежище и наткнемся на лаву, что ты будешь делать? Пердеть и бегать, ёпта! Что ты будешь делать? Ты будешь гореть, и это будет еще один последний день Помпеи. Только уже последний день убежища Брейна. Ох ты ж, мать моя женщина! Что у вас тут творится? Крысы! Антисанитариант, самое настоящее! Так, слушайте, а где животные? Я что-то не понимаю. Животинка? Слушай, а может, животные реально занимают место, как и люди? Ну, я имею в виду, что одна ячейка считается. Кто-то умер. Кто-то у нас Брайан Симмонс. А, он путешествует, и получается, в пустошах он подох. Печаль, беда. Э, а где котята? Где мои котята? Где мои собачки, ёпта! Я столько потратил, получается, сколько? Шесть баксов. И не вижу никого. Я понимаю, что 200 человек у нас живет. Поиск животных начинает походить, знаете, на что? Когда мы искали тайного незнакомца. Ребята, а может, их надо как-то собрать? Или призвать? Крыс я вижу, но крысы это не домашние животные. Хотя я знаю людей, у которых крысы дома живут. Реально такие белые продаются в зоомагазине. Типа как ручные. Слушай, а где наши животные? Чё-то я не вижу. И меня это начинает смущать. Хорошо. Следующий этап, который надо посмотреть, это что у нас вообще здесь творится? Кто у нас в пустошах? Что было с людьми? Тодд Джонсон, житель умер в пустоши, получит урон 5. Это была ошибка. Вступать в бой с Яугаем. Яугай. Надеюсь, я сумею убежать. Оживить его... Нет, ты знаешь, давай лучше тебя просто уберу, и всё. И мы забудем, как страшный сон. Так, Брайан Симмонс, давай-ка мы тебя тоже уберём. Вы действительно хотите убрать труп жителя. Эмили Декстер. Она тоже ничего не собрала. Избавляемся от лишнего. Билли Адамс. Полутал немножко... Чё произошло? Дайте имя ребёнку. Я не успеваю, ребятки, с вами справляться. Вы рожаете, рожаете и рожаете. Харе! Я понимаю, что надо пополнять генофонд нашего убежища, но, ребят, давайте жить дружно, как великод Леопольд. И не будем плодиться, как сраные кролики китайские. Так, что тут? Где мои животные, ёпта? Какого хрена? Да вы задолбали, сколько можно? Крейг Дэвид, блин. Осеменитель ссаный. Сколько можно тут плодить уже? Я не могу собачек своих пуделя досчитаться. А вы тут детей рожаете. Где мои собаки? Где мои кошки? Кошатники, ёпта. Слушай, никого нет. И я не знаю, почему. Либо я реально слепой, я не вижу. Если вы... Да ты задрался, сугин сын. Сколько можно? А сколько можно? Столько, собственно, и нужно. Так, тут у нас ничего. Я видел скриншот. Показывали, что якобы животные могут ходить. А может и не могут ходить. Хер его знает. Мы пошлём кого-то в пустошь и посмотрим, как там будут обстоять дела. Так, давайте глянем, кто у нас ещё остался. Так. Джонс вернулся. Собрал кучу ништяков. Давайте соберём их. Где, а что мы собрали? О, ну что, какие у тебя планы на оставшуюся жизнь? Они пошли чпокаться, ёпта. Подожди, это два мужика заигрывают, нет? Слава богу. Нам ещё тут не хватало разводить непонятно что. Так, Джонни, давай возвращайся. Что у тебя, Харкнесс? У тебя всё хорошо? У тебя вроде тоже ничего так дела? Конечно, стоять под снегом, наверное, не Камильфо будет. Мы сейчас Эллену Джону дадим, собственно, какую-нибудь собачку или кошечку. Посмотрим. Брутальному нигеру, я думаю, надо пёс. Он похож на Франклина, значит, я думаю, вы поняли, что надо сделать. Давай, пять сюда, пять сюда, восемь сюда. Собачка. Так, скорость возвращения, предметы. Вот, здоровье плюс 63. Дадим ему Пегги. Отправил его, да? Так, собака есть, я могу отправить его на разведку. Всё. Готово. Готово. Кто-нибудь скажет мне, где псина? Псина? Аляулю? Ай, мазеров гад. Где же я потерял нигера, я потерял собаку? Они куда-то пропадают. Вот, вот, смотри, нежтяково. Мы работаем без передыху. Мочим всякую бледыху. Смотри, какой пёс найсовый. Слушай, классно. Мне нравится. Лайк за классного пёсика. Так, открывается у нас то дело. И они, собственно, выходят, чтобы дать тебе в чело. Так, отправить в пустоши семь жителей. Ну давай, пустошь, покажи, что ты скрываешь. О, какая тема классная. Я же говорю, это всё навеяно Фоллаутом четвёртым. Готово. С этим мы разобрались. Давайте проверять, что у нас там дальше. Что у нас там ждёт дальше? Билли Адамс. Билли собрал кучу всего. Шестнадцатый уровень. Знаете, я, наверное, Билли бы оживил. Ах, я вижу на заднем фоне. Пошли чпокаться. Ещё один Джонс. Давайте его оживим. Пускай он возвращается обратно. Два дня у нас бегал, и его прикончили. Замечен персонаж. Пьяный бродяга. Слышишь, эту самую крышечку подкинь. Пьяный бродяга хочет выпить со мной. Бродяга отрубился. Ладно, и больше выпивки достанется. По-моему, судя по звукам, у нас где-то появился наш тайный, хотел сказать, незнакомец. Хер маме я его здесь найду. Для этого мы с Дашей делали маленькое убежище, и таким образом можно было спокойно его найти. Здесь это довольно проблемно. Реально, шанс один, не знаю, 200, наверное, штук. Ты его заметишь. Так, готовы? Какую ты, мать? Так, продолжаем разбираться. С нашего кханалия, кого мы там отправляли, кого не отправляли. Да покажешь ты мне, ёпты. Во. Билли Адамс. Что мне с тобой делать, Билли? Житель умер в пустоши. Дикий гуль, как говорится, приказал ему долго жить. Пайпер. А вот Пайпер я, пожалуй, оживлю. Потому что с Пайпер мы уже играли в Фоллауте четвёртом. Она... Я дышу! То есть ты сдохла, пролежала, уже успела, как говорится, сгнить. И сейчас ты начинаешь дышать. Это прекрасно. Это реинкарнация. Интересно, сделает ли кто-нибудь мне массаж, когда я вернусь? Угу. Массаж. Какой-то такой массаж, блин, сделаю. Давай, отзываем её. Так, она возвращается обратно у нас. Чудесно. Джулия Кук. 50 левел. Это хорошие ребята. Я думаю, их надо отзывать. И оживлять. Видишь, вон собачка бегает. У нас это показано. Начинаю экспедицию в пустошь, мазафака. Надеюсь, я смогу найти дорогу назад. Я с лёгкостью раздавлю этого на радио таракана. Ага, автобусная остановка. Понятно, я тут просто думал, что будут писать, допустим, что типа пёсик Бэггин там нашёл то-то-то, как опять же мы делаем это в Фоллауте четвёртом. Так, брательник, тебя мы, наверное, тоже. Ты уже два дня бегаешь, давай мы тебя отзовём обратно. Ммм, Фридок у нас вернулся. Продать обычные предметы. Так, давай. Оп, продали мы. То есть, игра посчитала, что все предметы, которые нашёл Фридок, они обычные. Они ни хера не стоят, и можно сплавить их просто за бесценки. Окей. Окей. Хорошо. Так. У нас есть Фридок. Если мы уже послали с Джонса с пёсиком, давайте попробуем Фридоку дать кота. Кошака. У меня есть Мэйкун, я, в принципе, думаю, что это будет очень идеальный такой тандемчик. Так, усатый, давай заходи быстро. Мне плевать, что все говорят. Я хочу учиться на пилота. И нет, мне... Это не безумие. Пилот? Ну-ну. Велкам. Чёрный шоколад, заходи давай. Если будем дальше углублять убежище... Ага, доберёмся до Китая. Я думаю, что до Китая мы вряд ли доберёмся. Осталось ли от него что-то после ядерного взрыва, это большой вопрос. Так, давай восемь таких, восемь таких. Нет, давай семь таких или пять. Во, нормально. Кого мне тебе дать? Басты, да куки, принца. Есть Мэйкун. Время обучения это не то, а здоровье плюс. Бомбийская кошка. Она тоже чёрненькая такая, тёмненькая у нас, муглая. Давай, разведка. Мэйкун пошёл на разведку. Всё, что осталось, смели на газетку. Так, где наши Мэйкуны? О, начинается всё фризы. Отлично. Давно не было у нас этого. Ту-ду-ду. Где-то появился тайный ублюдок этот. Но я должен посмотреть, как кошечка выйдет. Тихо, тихо. Спокойно. Вот наш Мэйкун. Я хочу собрать в убежище бейсбольную команду. Смотри, какой найсовый. Побежали лутаться. Прекрасно. Смотри, побежали. Тихо. Спокойно, детка. Угу, всё уничтожено. У них там очень интересный диалог получается. Ничего не скажешь. Так, здесь нам делать явно нечего. Давай быстро это всё полутаем. Можно будет попробовать кого-нибудь выбросить из убежищ. Это, конечно, звучит странно. Это не... Не гуманно, я бы даже сказал. Так, выбрасывать. Тем более сейчас зима. Ну, что ж поделать, друзья мои. Что же нам поделать? Так, давай найдём того, кто прохлаждается. Вот здесь, например. Вот эта девушка. Катюшка. Первого уровня. Давай, Катюха, мы тебя, как говорится, пошлём куда подальше. Я понимаю, девушка, все дела. Это некрасиво, неприятно. Ну, что ж поделать. Вы действительно хотите выгнать этого жителя? Да. Я хочу это сделать. И на её место рождается у нас Нэнси Джонсон. Оп. Готово. Детей у нас просто уйма сейчас. Так, детка моя, ты где? Хорошая моя, я чё-то пока тебя не вижу. Слушай, а может можно при... А, она уже уходит, всё. Сейчас она скажет, что мы пожалеем, как обычно, наверное, да? Грустная, печальная такая. Ну, что ж поделать. У нас очень ограничено всё по местам. 200 человек плюс 7 ещё хочет сюда попасть. Было круто, но не так, чтобы совсем круто. Ну, немножко. Так, в стиле Кличко мы ответим, и всё нормально. Жалко, что её никто не провожает хотя бы взглядом. Едем дальше. Тихо. Тихонечко. Давай вот это заберём. И посмотрим, кого можно ещё выгнать. Кто у нас прохлаждается. Кто у нас занимается, не пойми. Вот ты кто такой? Ларри Кинг, давай-ка мы тебе Ларри скажем тоже до свидания. Ну-ка, все скажем до свидания. Так, поехали, Ларри. Прощай, дружище. И на его место сейчас обязательно кто-то родится. Так, что тут у нас? 16 тысяч, твою мать, а? Давайте попробуем улучшить хотя бы. Может быть, кладовую, что ли? Уничтожить комнату, комната полностью уже улучшена. Дальше, как говорится, некуда. А что ты мне скажешь касательно строительства? Добавили ли что-то новое? Лаборатории, медпункты, спортзалы, оружейки. Пункты разлива ядер колы. 5 тысяч. Неплохо, неплохо. Ничего не скажу. Ну что же такое нам тут поделать-то? У нас с электричеством всё хорошо. С водой небольшая напряжка. А что ты тут делаешь? Ой, дьюринс и перцепшн довольно неплохо развиты. Значит, значит, значит. Я, по-моему, что-то эпичное строил. Так, тут нам надо эсочка. А эсочка у нас была, по-моему, где-то я прокачивал эску. Где-то у нас ребята занимались, по-моему, здесь. А, тут на Сагилите. В спортзале, кстати, никого нет, на удивление. Как они так живут, я не знаю, друзья мои. Так, всё это надо быстро-быстро попрокачивать. Ммм, как-то Грейс тут одиноко у нас стоит. Я предлагаю от Грейс избавиться. Хоть немножко, как говорится, меньше народу, больше кислороду. Есть такая старая, добрая поговорка. И здесь она, в принципе, тоже очень даже работает. Так, родная моя. На выход. С вещами на выход. Я чё-то не вижу, чтобы она спешила уходить. Грейси? Я чё-то не понял, юмора. Я тебе сказал, Оревидерчи, ты ещё во. Видишь, работает. Да, я хочу избавиться от этого жителя. Фу, господи, сколько у нас тут всего. Я даже не знаю, что бы сейчас нам такого построить. Давайте, может, завод по нюк-коле сделаем. Сначала уберём вот это. Уберём вот это. И уберём вот это. Готово. Эх, 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 комната фильтрации воды. Вообще надо смотреть по параметрам. Что нам надо? Еда у нас есть, вода у нас есть. Водичку построить, может? Давайте водичку. Так, Эдьюринс... Она даёт нам, в принципе, всё построить. Опс. Готово. Пять тысяч. Давай построим ещё одну такую штуку. Оп. Готово. Объединить шесть парных комнат. Вот такая вот у нас теперь тема получилась. Можно за одиннадцать тысяч двести пятьдесят, конечно, вкачать, но у меня нет таких возможностей, ёпты. Здесь, значит, надо Эдьюринс. Давай попробуем. Вот тебя мы, пожалуй. Хватит лазить по канату, ёпты. Иди сюда. Сейчас мы-то вынес будем. Эдьюринс семь. Идеально просто. Просто божественно. Друзья мои. С-очка. А, это у него С-ка развита. И как-то они слабо развиваются, я вам скажу, однако. Давайте проверим вообще, что у нас и как у нас. Эдьюринс двоечка. Это маловато на самом-то деле. Вот сюда давай. Вот. Вот мы и нашли, чем заняться, девчонки. Я бы её сейчас приодел. Так-с. Так-с-так-с-так-с-так-с. Что ты мне скажешь? Надо тебе что-то дать. Давай посмотрим. Так, тут какие-то лажевые пушки. И мне даже стыдно было бы тебе это давать. Винчестер. Родная. Я только сказал, что игра не глючит. Тут же начались блядские проблемы. Во. Двенадцать. Давай, лазерное ружьё пускай будет. Можно, конечно, дать пёсика кому-то. Ах ты ж твою мать. Нападение рейдеров. У нас, смотри, ублюдки какие. Вот прям Новый год. Они начали бегать очень активно. Одни убегают с ухмылкой на лице в левую сторону. Эти бегут к нам в убежище. Классно. Э, чувачела. Чё ты стоишь? Вали отсюда нахер. Классно. Стоят и смотрят. Ну что это за водня? Фу, наверное, канализация снова забилась. Ох, сейчас они огребать будут, ёпт. У нас, смотри, какая-то у нас прям группа. Давай, Виагра, ёпт. Так что ж ты? Так что ж ты делаешь, ёпт? Так. Девочки, не надо ссориться. А нет, там ещё мужик был. Я думал, это три бабы стоят. Так, с одной мы расправились. Давай, Хартус. Пошла, родная, пошла жара. Всё. Всё, ребятуши. Расправились, я считаю, очень даже быстро. Залутаем. Улучшенное ружьё. Нахера оно мне упало, я его продам. И немножко крышки ещё подзаработали. Так, почему у нас тут света нет? Давайте это дело возобновим. Готово. Давайте, знаешь, что сделаем? Я сюда животных дам. Животинку. Давай, бастает у нас будет. Прекрасно. А у тебя, пожалуй, будет крышки спуск, скорость исцеления. Вот, у нас кошачья армия получается такая. Вот это найсовая тема. Вот это мне нравится. Так, ублюдки все вернулись обратно. Мы в этой серии, получается, никого даже не рашили. Как-то непорядок. Надо кого-то порашить. Так. О, вижу, да. Я не знаю, игра... У неё какая-то утечка памяти, где мы происходим. Потому что не глючило, не глючило. И тут же я вижу какие-то подтормажи. Ну, это просто пипец, я вам скажу. Так. Полотали. Слушай, всё хорошо. Чувак у нас на благородины работает. Я бы сейчас сюда к нему кого-то направил. Надо нам Эдьюренс. Значит, сейчас возьмём Эдьюренс. Так, у нас появился тайный наш незнакомец. Может, я его так увижу? Да, конечно, вряд ли. Шанс очень маленький. Так, ублюдыш, где же ты появился, гниль? Он появляется и буквально через пару секунд потом пропадает. Поэтому, если вы его не заметили, а заметить в таком огроменном убежище его практически нереально, я уже говорил, значит, шанс мы с вами упускаем. Так, это не то. Тут у нас тренажёрка. Так, что тут у нас? Сейчас будем искать. Много чего интересного есть. Что это у нас? Сочка. Сочка. Что-то у нас прокачалось. Да, кстати, С-ку она прокачала. Значит, я могу ей дать какую-нибудь шмотку моднявую, типа броньки. Пистолетец какой-нибудь поприкольней, типа вот такого лазерного. И направить тебя в реактор. Почему бы и нет. С-10. Десять, друзья мои. Это просто, мать его, охренеть как круто. Так, десяточка. Престон Гарви у нас работает. Я вижу, всё нормально. Чё-то вы какие-то... О, смотри, у нас давно школопеток не было здесь. Интересно, сколько убежищ еще в мире? На самом деле, детка, их очень много. Их просто огромное количество. Так, тренажёрный зал. Понятно. Тут у нас грустные лица ходят. Так, я искал Дьюранс. Я искал Дьюранс. И что-то пока не вижу. Это Эска по-прежнему. Где у нас Эдьюранс прокачивается? Я уже не вижу. Так, Эска, Эска. Думаю, сейчас найдём. Да ёпта, что ж оно всё время сбрасывает? Я не знаю, здесь реально какие-то проблемы. Я только-только её вначале нахвалил, что оно не глючит. Ни хера подобного. Воз и нынче там. Слушай, зал. Здесь у нас что? Тут у нас А. А вот тут у нас по-прежнему Эска. Ладно, хер с вами, короче. Сейчас разберёмся. Лутаемся. Я думаю, что в будущих сериях надо делать убежище другое уже поменьше. И развиваться как-то, наверное, с нуля стол. Потому что здесь это очень сложно делать. Дружище, давай-ка я тебя порашу. 20 процентов. Опа! И сразу же провал. Не учитывая, что у него всё должно быть хорошо. Ой, у тебя нечем бить. Дерьмовое дело. Давай хотя бы лазерный пистолет. Я тебе сейчас подберу что-нибудь интересное. Так, 7, 8, 12. Настоящее лазерное ружьё. Прекрасно. Прекрасно, братан. Мы тебя сразу же похилим и попробуем ещё раз порашить. 30 процентов. Давай. О, нет, критический сбой на производстве. Да ладно тебе, чё ты кипишуешь, родной мой. Успокойся. Как нам в сериале говорили, помнишь? Келли Сталина. Келли Сталина я не могу трогать. Вот сюда мы, по-моему, направили кучу... Нет, не сюда. Так, вот в реактор рядышком. Там куча народа у нас работает. Ну что, роднульки, сейчас мы вас порашим немножко. Ай, смотри, какой довольный ходит. Что ты там расскажешь? Что там у тебя было написано? Если я тайком выйду на поверхность, хоть кто-нибудь заметит? Угу. Радиация. Это первым делом заметить. Какая красопепка. Кто это у нас такая вообще? Нэнси Джонсон. У нас тут плодятся именно Джонсоны. Очень много. Такая распространённая фамилия американская. Интересно, есть ли в кафе печенье? У кого какие проблемы, вы знаете? Хопочки! Успех! И девчонка где-то пропала возле этого чёрного парня. Она там трётся, по-моему. О, появился тайный незнакомец. Вопрос только в том, где ж ты, сука, появился? Я, конечно, пробегусь сейчас так взглядом, но вряд ли. Если вы увидели, ребят, пишите. Будет хоть интересно. Всё пропал опять. Как-то он очень быстро появляется, пропадает. Ладно, не страшно. Ну что, господа хорошие. Я думаю, что можно, в принципе, будет здесь заканчивать. Мы посмотрели с вами все фишки новые. Мы посмотрели на животинку. Вот у нас тут животное. Опа! Кошечки, собачки. Почему зили? Неужели жёлтый комбинезон был бы настолько плох? Да. Депрессивное дерьмо. О, если бы мы жили на поверхности, у меня были бы слуги. А сейчас у тебя будет просто пёсик. Куки, хуюки, смотри. О, какой у нас ТП-шечный клуб здесь. Пуделёк. О, май гаш. Если бы мы жили на поверхности, то жили бы очень недолго. Угу. Давай, это самая фоточка у Инстаграм. Тиффани и Риана. Ребят, чему тут можно удивляться, если Тиффани и Риана? Скажи, пожалуйста. Ну, чему можно удивиться здесь? Смотри, какие классные животные у нас тут, да? Морррр, мей-кун. Иногда эти люди напоминают мне персонажи видеоигры, совершенно не способных действовать самостоятельно. Красопета, я думаю, тебе тоже надо какой-нибудь пушистый питомчик. Ещё один мей-кун. Что-то у меня маговатый их, не? Да, вот такого найсового мей-куна. Давай тебе тоже дадим. Нет, тебе я давать не буду. А можно девочке дать? Нет, девочке дать пока животное нельзя, к сожалению. При всём моём желании. Так, кому бы ещё? Давайте подумаем, кому можно... Тихо. Тихо-тихо-тихо. Я знаю, тут у нас где-то Олежа Брейн работает. Ну, можно было бы, конечно, найти его сейчас. Опять появился, по-моему, людок. Нет. Это будет очень долгий процесс. Это будет долгий процесс. Кому мог, собственно, я уже животных как бы раздал. О, давай тебе дадим. Ты у нас одинёшника тут работаешь. Можно было бы, в принципе, дать скорость возвращения из пустоши, крышки, снижение радиации. О, смотри, как классно. По-моему, очень даже неплохо. Ну что, господа хорошие. Это был Fallout Shelter. Мы посмотрели с вами свежее классное обновление. Добавили животных, добавили зиму. То есть теперь у нас новогоднее настроение. И я думаю, что это реально классно. Мне понравилось. Несмотря на глюки, несмотря на тормоза, я додумал, что они с этим как-то разобрались. Возможно, возможно. Проблема в игре... Это не проблема игры, это проблема именно, может, самого убежища. То есть оно большое, всё это прогружается, всё это очень многое сжирает памяти и так далее. Но расстраиваться не стоит. Это интересно, это забавно. Спасибо, что смотрели. С вами был Brain в Fallout и Shelter. Увидимся, услышимся. Так, где наши мейк-худы? Сейчас. Вот так вот надо на эпичной ноте закончить, смотри. Эй, найсово. Мяу? Всё, ребятки, пока-пока.